Продолжение следует... Макжана Жумабаева называют поэтом по рождению, поэтом от Бога, и все чаще почитатели таланта ставят его в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым. Он жил и творил в начале прошлого века, в смутное время перемен, но до сих пор, говорят ему, почти нет равных в современной казахской поэзии. Он был выходцем из зажиточной семьи с прогрессивными взглядами, рос под влиянием поэзии Абая и Мохамбета. С малых лет овладел несколькими восточными языками – арабским, турецким, персидским. Учился в Уфе, Омске, Москве. Поэтические университеты ему давали с легкостью. Уже в 19 лет опубликовал в Казани свой первый сборник стихов «Шолпан». Это было в 1912 году. С тех пор имя Жумабаева на слуху у всех в литературных кругах Омска, Петропавловска и Симпалатинска. Его стихи стали заучивать наизусть, он стал кумиром молодежи, в своем творчестве воспевал свободу. Несчастный казах, твоя в страхе душа, Ты в рубище жалком идешь не спеша, Повержен на знамя. За что не возьмешься, в руках только днище пустого ковша, Очнись и воспрянь, наступила пора. Тебя день и ночь угнетали вчера, Ты в сторону старый облезлый тмак отбрось, Чтоб новые слышать ветра. После февральской революции перемены в многострадальной степи захлестнули поэтом. Он стал редактором первой казахской советской газеты, состоял в партии «Алаш». Преподавал, занимался переводами, активно сотрудничал с журналами «Санай Шолпан». Выпустил второй сборник стихов и поэм. В 1923 году по приглашению наркома просвещения Луначарского поехал в Москву преподавать восточные языки в Коммунистическом университете Трудящихся Востока. Параллельно учился в Высшем литературно-художественном институте, которым руководил Валерий Брюсов, и который по достоинству оценил поэтическую одаренность студента из Казахстана. Но, как и многие лидеры казахской интеллигенции того времени, Макжан Жумабаев разделял пантюркистские взгляды. Советская власть ему это не простила. Своей независимостью поэт не вписывался в рамки соцреализма. В 1924 году казахская молодежь, учившаяся в Москве, вообще ему обструкцию устроила, что это поэт феодальной старины, поэт таких патриархальных пережитков, что он никак не желает шагать в ногу со временем. В новой власти он разглядел исчадь детьмы и лукавить в своих стихах уже не мог. Макжан Жумабаев оказался в опале. По приезду из Москвы его не спасают ни переводы Ленина и Горького на казахский язык, ни стихи «Голос 90», в которых пытался реабилитировать себя в глазах советской власти. В 1929-м его арестовали по ложному обвинению в национализме. Заключили бутырскую тюрьму, а позже на 10 лет сослали в Карелию. Близкие друзья, товарищи, с которыми он общался, не могли вынести вот этот его талант и такое основательное литературное образование. Клевета, наветы, ложь. Все время при жизни и после смерти окружали его. Вызволить по этой ссылке досрочно помогла Екатерина Пешкова, жена Максима Горького. Письмо к ней попало благодаря верной спутнице политзаключенного Зулихи Апай, разделившая с ним тяготы лагерной жизни. По ходатайству Пешковой срок сократили до 7 лет. Макжан Жумабаев возвратился на родину. Но даже дружеская поддержка известного писателя, политического деятеля Сакена Сейфулина не помогла оградить поэта от упреков и обвинений в неблагонадежности. В декабре 1937-го его снова арестовали, а в марте следующего года он был расстрелян как враг народа. Репрессиям подверглась вся семья Жумабаевых. Поэзия Макжана оказалась под запретом. В советские годы читать его стихи было все равно, что читать Бродского. Нету ни одного писателя и поэта не только в республике нашей, но и не было, то есть, но и во всем союзе, чтобы человека реабилитировали дважды. Какая насмешка судьбы. В 60-м году его реабилитировали первый раз без разрешения публикации произведения. Что это за поэт, произведение которого нельзя читать? Это страшно просто, это издевательство. И только через 28 лет, в 88-м году его реабилитировали второй раз. Меня поразила его огромная поэтическая культура. Его европейскость, его изяшество. Об этом даже Мухтар Ауэзов писал, что, я не знаю, останемся ли мы в истории поэзии, но Макжан Жумабаев останется, он писал. Широкое глазки наследие Макжана Жумабаева получило только в годы независимости Казахстана. Вдова поэта Зули Хаапай, которую современники назвали «казахской декабристкой», дождалась не только полной реабилитации мужа, но и смогла увидеть первый сборник его стихотворений. Стихи стали переводиться на русский язык, его поэзия стала доступней для миллионов читателей. О Макжане Жумабаеве пишут, о нем говорят, его лирикой восхищаются. Творческое наследие поэта получило второе рождение. Над западом сгустился мрак ночной, там солнце ныне не взойдет с зарей, во мгле ночной лишь демоны кружат, и даже Бог растоптан там толпой. Над западом сгустился мрак ночной, На небе звезд не видно ни одной, Здесь дети ночи, Бога умертвив. Напрасно ждали, что придет другой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова